Доброго времени суток YouTube! Уважаемые наши контрагенты продолжают мне задавать вопросы, как проходит процедура психологического обследования с применением наших программ автоматизированной системы LPFO. Она включает в себя несколько десятков программ, если угодно тестов и, соответственно, позволяет проходить обследование онлайн через интернет. Как это все происходит? На самом деле все просто. ООО МПЦ ЭКМЕ заключает договор, готовится нашими программистами на сайте, специализированное на наше психологическое программное обеспечение. И в этом договоре указывается непосредственно логин и пароль к доступу на сайт. Вот здесь вот форма входа, то есть работник может войти на наш сайт, то есть он имеет пароль и логин. Логин, вернее, и пароль. Соответственно, после того, как он заходит на сайт, ему необходимо зайти, то есть он авторизовался. Он заходит в раздел обследования, находит то предприятие, на котором он работает. Соответственно, вот предположим, ЕвразГОК или ДМГ, или Герц Инжиниринг, ОМК, Покровский Рудник, Росрау и так далее. Находит свое предприятие и заходит на это, допустим, на это предприятие. Вот первое, что мы видим, значит, с вами, здесь у нас идет обследование, значит, психологическое обследование для руководителей, рабочего персонала. И, соответственно, обязательно каждому работнику через его ответственное лицо на предприятии предоставляется вот такой вот общий алгоритм прохождения ПФО. Это распечатывается, выдается работнику и по этой, собственно, инструкции он и действует. То, о чем я сейчас говорил. Человек заходит, работник заходит на наш сайт lpfo.pro, авторизуется, вводит логин и пароль, который будет указан вот в этой инструкции. То есть, ему ответственное лицо выдаст эту бумажку распечатанную. После этого ему становится доступна полная версия сайта. Он открывает раздел номер 7 обследования. В списке предприятий и организаций находит свое предприятие, свою организацию. Скачивает вложенное в таблицу ПО. Вот как я здесь это показал. То есть, допустим, вот оно для руководителей. Далее. Проходит обследование согласно вложенной в архив с ПО инструкции. Я сейчас ее покажу. И по итогам и результатам прохождения ПФО он имеет папку отправка. Вот в дистрибутиве с ASL.pfo там будет папка отправка. Он ее архивирует в любой из видов архивов, которые ему заблагорассудится. RAR, ZIP, 7ZIP и так далее. И вот этот получившийся архив отправляет нам через форму сайта номер 8. Загрузить результаты ПФО. Вот здесь вот это так выглядит. Раздел сайта номер 8. Загрузить результаты ПФО. Здесь он прописывает свою фамилию и имя отчества. Свою организацию. Выбирает файл. Вот этот архив, который у него получился с папочкой отправка. При необходимости пишет какую-то дополнительную информацию. Просим иногда написать телефон, имейл, по которому можно связаться с работником. Нажимает отправить результаты. И все. Они оказываются у нас на сайте. Таким образом. Давайте вернемся. Вот эта краткая инструкция. Еще раз повторюсь. Она выдается каждому работнику, кто проходит ПФО ответственным лицом на предприятии. И кто непосредственно этим занимается. То есть кто занимается ПФО. Собственно легко и просто. Теперь что касается более развернутой инструкции. В каждом архиве с ПО, который человек скачивает, работник, находятся две инструкции. Первая инструкция она большая, развернутая. Можно ее почитать, можно ее не читать. Но обязательно надо почитать краткую инструкцию. Для обследуемых. Вот так вот она выглядит. Это один лист формата А4. Тут вся необходимая информация изложена. Какой должен быть компьютер, какая операционная система, какой монитор, какой программой архиватором можно пользоваться. Пользоваться в принципе можно любой, не обязательно Винерар, любой архив. И соответственно очень важным моментом является то, что после завершения прохождения каждой методики обязательно дождитесь сообщения о том, что результаты пройденной методики сохранены в папке отправка. Затем после полной очистки полей нажмите кнопку выход, после чего переходите к прохождению следующей методики. То есть нажимаем выход, нажимаем выход и после этого программа автоматически предложит нам перейти к следующей методике. И опять я повторюсь, после того как мы получили полностью все результаты, вы вернее работники получили все результаты, вы соответственно архивируете эти результаты, папочку отправка. И загружаете в раздел номер 8 нашего сайта, отправить результат. Вот я вам его показываю, как это выглядит в раздел номер 8. Это доступно только контрагентам, с которыми мы работаем по договорам, то есть которые обладают специальным логином и паролем. Вот давайте посмотрим еще раз, как это выглядит. Авторизуетесь, то есть тут краткая инструкция, да. Логин, пароль введите, загрузите программное обеспечение, скачайте его, пройдите обследование согласно инструкциям, вложенным в программное обеспечение и отправьте результат. Все очень просто. Просто в среднем одно обследование занимает жалкие 2, максимум 2,5 часа. То есть это все происходит достаточно быстро. Там как минимум 10-15 методик, ну в среднем 12-13 каждому предприятию мы предлагаем. Это вот те контрагенты, с которыми мы работали. Давайте перейдем в раздел наши партнеры. Значит вот так вот это выглядит. С кем мы работали? Вы можете зайти и посмотреть, с кем мы сотрудничаем. Это все в открытом доступе. Может каждый зайти и посмотреть, какие предприятия получали от нас услугу по дистанционным психологическим обследованиям. Такая вот краткая инструкция, такой вот краткий алгоритм. Все очень и очень просто. Благодарю вас за внимание. Спасибо всем. И удачи с наступающим Новым годом 2019.